друзья всех приветствую сегодня раннее утро около ну я уже проснулся позавтракал поэтому сейчас уже в районе 8 посмотрите какая сумасшедшая тишина и спокойствие ну вот это как бы задний участок который вот я вам показывал здесь сарай петухи поют сарай здесь вот моя лужайка вот трейлер а это вот вторая часть лужайки которая не косили несколько лет но мне не надо тут никакой срочности это просто с утра вместо зарядки шуб старые кости немного размять вместо зарядки зачем я буду тратить энергию там на отжимания приседания подтягивание прочую фигню если я могу их потратить вот на покос ну тут мы сильно тоже усердствовать не будем там 35 минут хочу просто показать как процесс происходит потому что люди подписчики вот пишут что им интересны разные моменты из такой деревенской натуралистической жизни ну хотя тут не особо то деревне это город а просто место где мы живем это называется recreational village деревня для отдыха вот ну ладно сейчас начинаю в общем не знаю больше видно не видно но уж как есть и и и и и и и Продолжение следует... 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 короче это все вот это поле надо скосить вот и по берегу реки а кому нужны кусты вон с той стороны их там валом все скосить короче будет чисто аккуратно вот смотрите ящерица огромная материя то есть приблизить где она лучше свалила пока я целился вот видите принципе река неплохая он паук видите сидит засаде паутину сплел я он тут линфигов фокусируется короче но может вы увидите не очень-то большой где-то вот здесь примерно через камеру плохо видно так я его вижу вот у такого плана деревца вот такой он задержал просто сразу связать она видите выше меня роста вот вот эти вообще не считают ну я уже немного этим триммером действовал такое тоже это вообще не дерево вот примерно толщина если где-то вот вот как видите там примерно полтора два пальца это вообще фигня но по факту я вам говорю если диск свежий вы где-то вот такую толщину срежете вот знаю сколько тут 5-5-7 сантиметров но это будет как вы поняли не за секунду но он срежет то есть я срезал ну нет смысла диск убивать то есть лучше пройтись потом эти ай блин комары и эти выполняли толстый потом отдельно поспиливать или сабелька или мини бензопилой айтой электрической цепной мини пилами локи обзор дел вот такую вот то есть он спилит ну зачем мне убивать диск я подойду и цепной его за секунду ну вот эти вот блин комаров пипец короче отростки вот здесь вот мы идем вот вот этого дерева погибшая пень с грибами это уже соседа и вот у него еще одно такое же погибшие деревья вон то валяется твоего а вот это уже все мои вот белый стол видите вот река течет то есть река течет вокруг всего моего участка как бы полку ну то есть и вот так вот к этому к электростолбу эти кусты это уже его гаражи грубо говоря можно сказать вот по это дерево с грибами вот по это вот по это дерево вот так вот это его вот это моё ну мне принципе не жалко я могу ему постричь вот это не пикники делают они приезжают но редко у них тут как дача пикники какой-то у них старье под картом был вот елки у них тут растут но тоже это сами выросли семечки упали откуда-то он с тех больших и выросли маленькие вода кон них они все деревья все-таки паспилили сделали одну здоровую лужайку а я хочу чтобы деревья были мне не нравится когда вот этот ушать ну как бы мне нравится у жайтам у меня не нравится когда все здесь участок у жайкой деревьев мне я хочу как бы лужайку ну и деревья работы короче вот это ну тут как бы прилично вам говорю если там по часу в день по полчаса можно за неделю скосить конечно если и нон-стоп то за день ты все это скользко потому что особо крупных тут мало это все триммер возьмется такой ну короче самое лучшее это вот этот диск стежида с плавными напайками из всего что я пробовал я недавно перед отъездом еще какую-то купил она у меня на том доме валяется еще не пробовал там какая-то из цепной пилы сделано мне кажется лабуда вот просто взял чтобы уже быть уверен и что он хотел сказать а ну потом понятно эти ветки надо собрать в кучу испалить их не на тут оставлять чтобы не под ногами валялись вот но это на тоже как бы там грабли тележку такое где-то определить место для сжигания потому что они сжигали это все прямо здесь видите вот это вот пустая херня еще зола осталось хотя это жгли давно но до сих пор травой не заросло но со временем зарастет как бы дождь это все смоет но время займет но я не хочу там же буду жечь где-то в таком месте подальше вот и поближе к реке чтобы пожара не было где-то там выберу ну уже надо будет по-любому то есть место для сжигания но он всегда надо потому что там ну сжигать много всего придется эти вот всякие дуэвы эти гнилые деревья там ветки когда идет небольшой ураган он тоже ветки деревьев ломает их просто вот после урагана прям все ветках закидано то есть он их отламывает и они несутся еще потом где-то падают рандомно вот но надо конечно взять камни камнями обложить все что безопасное место для сжигания было вот и следить конечно не оставлять без присмотра потом все сгорело на затушить уже недавно тут был в каролине пожар пипец пипец все не сгорело ну слава богу до нас не дошло блин что-то я вам еще хотел сказать а есть у меня электрический триммер мелвоки м18 фуэл называется так где он у меня она у меня блин там лежит под навесом ну ладно потом его покажу в общем смысл в чем здесь все круто вообще претензий ноль очень удобно вот это то что у вас велосипедная рукояткой вы можете на шею повесить и вы вообще тяжести не чувствуете он как бы вы находите эту точку маятника и все он как невесомый просто за эти ручки им управляете это топ но здесь как бы из минусов ну то есть все остальное плюс это самое супер мощно и легко стартует любые пилы там лески насадки все что угодно на него ставь короче ему все пофиг очень удобные вот эти вот тоже кожухи продуманные о кто пришел мяу-мяу всегда помогает видите какой какой хороший охранник леса опять кто-то укусил то наверно тоже от собаки просто не видно был в шею чуть не загрызли зверюшку маленькую теперь траву есть чтобы лечить рано умрует нажрется этой травой вот о чем я вам говорю то есть все круто но здесь просто видите расход бензина и шум вот этот и я хочу тоже посмотреть какие на мелвоке предлагаются он там конечно цены из космос вот да это мне догорел вот этот вот оранжевая лабуда она очень удобно сделано специально чтобы откидывать вот эти кусты то есть она как бы для этого и предназначена но одно чтобы защищать вас от вас ничего не прилетела 2 вот когда ты спилил ты откидываешь но люди еще скажут и не умеешь пилить короче зачем ты их на пополам пилишь я просто уже знаю что если они слишком длинные лучше не полениться располовинить их а потом пилить тогда их потом легче убирать а так они падают все в разные стороны и потом задолбаешься их короче собирать до кучи и больше времени потратишь если слишком длинные лучше нам пополам а потом к ниту а если пеньки остались как бы вы если до самой земли не достаете лучше еще раз пройтись ну то есть я стараюсь вот так вот их видите ну вот кстати достаточно толстую видите кремова там самая толстая валялась и не нашел ну то есть видите вот вы стараетесь их вот это чуть-чуть высоковато но здесь узле дерева пофиг а там где ты будешь ходить просто потом неудобно быть и пеньки вспотыкаться поэтому ну я везде стараюсь видеть их типа под ног состригать то есть если я уже срезал дерево но все равно смотрю пенек большой я его еще подрезают ну типа как достаточно толстый были короче удобно а мелокия только траву им дел поэтому я не знаю потянет ли он по мощности если на него поставить какой-то вот такой диск ну хотя это тоже работа понимаете она не постоянно это когда участок запустился там полгода год-два тогда да надо это все делать а если это вот раз выкашу там за пускай даже за месяц все потом просто поддерживать надо я смогу тут на тракторе просто ездите всю эту поросли трактором вот она будет вот такая маленькая буду трактором и и скашивать а это вам вот это я сразу мусор ветки все выгибают это видимо запускали салюты когда-то или жильцы предыдущие или я не знаю когда это было тоже не просто в банку поставили их подожгли короче видите салюты старой ну ладно друзья ложим я вам говорю не жизнь а рай на расслабоне себе в тишине никто тебя не беспокоит спокойненько проснулся поел вкусную еду посидел перекурил попил кофейку пошел размялся стримером но я может еще вот этот кусочек докажу небольшой тут это все займет 15 минут вот эти просто не хотел заходить вот эти ветки надо повыкидывать но это все на сжигание тоже гнилушки они там куда-то в камине пойдут короче вот это вот да вот до этой трубы маленький кусочек вот от дерева вот это вот скажу и туда уже ну и постепенно буду туда двигаться идите пират уже понял что я здесь он уже осваивает территорию хищник он прям как лев видите идет ищет добычу а здесь добычи полно тут и ящерицы и змеючки какие-то и уже и лягушки и стрекозы и сверчки то есть он тут просто жуков каких-то ловит он очень доволен просто видите сколько лет он мучился в этом душном можно сказать как в тюрьме не погулять не подышать свежим воздухом не поохотиться а сейчас он прям расцвел и он был жирный жирная сейчас смотрите какой худой стал там как какая-то рысь ну правда у него почему-то половина когтей растерялась но видимо это в боях я вчера смотрел у него на некоторых лапах когти куда-то делись смотрите какой вообще уже там как какой-то этот самый экзотический зверь растерялись его эти когти видимо в боях а может по деревьям он лазил я не знаю короче ну я думаю со временем новые вырастут и может они просто слишком длинные были за то что он в квартире сидел вот я на нему их не стриг специально перед отъездом так я обычно стригой перед отъездом и пару месяцев не стриг они прям огромные были как у орла и возможно из-за этого он их где-то потерял и посмотрел половины когтей нету некоторые остались но какие-то короче то есть он когда ими зацепляется потом резко дергает ноготь отрывается жалко конечно я думаю они вырастут нынешние навсегда если у человека ноготь оторвется он же тоже вырастет вот ну все друзья видео еще долго я хотел только эту показать но видите здесь такая расслабление свобода природа вот что она вас никак не напрягает у вас творчество вдохновение само течет как река вот почему я вам говорю здесь идеальное место для каких-то креативщиков если вы там какой-то я не знаю там специалист который в онлайне работает или какой-то художник который рисует картины или писатель который книги пишет или какой-то сценарий знаете когда вам нужно и уединение самим собой и вы хотите создавать какие-то шедевры то может какую-то графику для игр делайте ну короче любой онлайн и вы работник которому нужно вдохновение творчество вот этому же он может здесь как бы как я вам говорю в таком месте жить творить там свои дела и быть в полной гармонии как бы с природой самим собой рад 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 занят охоты не слышит меня рад рад ничего вас не отвлекает здесь нет никаких людей здесь нету шума машин не шума других людей ничего абсолютно все только тишина и спокойствие но я вот просто хочу минутку тишины сделать тират рад рад вы почувствовали это самое вы почувствовали этот момент насколько он джина и болтовни прекрасный а кстати да вот это она вы наверное на видео все будет видели вот эти штаны что я покупал для этого ну брейк старовский очень крутые как бы класс ну немного конечно жарковатый для этой погоды но я думаю привыкли как бы как говорится пар костей не ломит но они прочные защищают ноги красивые удобные много карманов то есть ты можешь все что угодно тут вы положите здесь у меня карандаш в этом кармане просто провалился что-то карандаш здесь еще карман что-то можно положить здесь у меня нож такой в этом кармане еще другое нашу ну тоже где-то уже выслирует посел рулетка здесь и телефон нашу но я вам все записи еще остается куча кармана в заднюю это а ботинки те же деволтовский ну как бы они не топ-топ видите как бы вроде еще сколько я в них там месяц-два проходил жил тут что-то начинает видеть и отклеивать но они как бы класс очень мне нравится водостойкие короче дешевые дешевые но насколько и хватит непонятно мне кажется подошву накроется хотя кожа класс это всю классу и вы в них не особо кстати жарко вот их не преимущество хоть они выглядят так массивно но там какая-то вентиляция и снимаешь ноги абсолютно сухие муж какие-то эти подкладки работают вот я сам удивился на пират он всегда ходит помогать вот куда я не пойду он тоже за мной и ходит вокруг это самое все исследует но он молодец вообще молодец прямо такой бывают коты они там лежат целый день пожрут и спят и дачу им дела нет а он нет он всегда короче в охоте всегда в каком-то действии вот ну ладно друзья ставьте лайки подписки пишите каменты и да благоволит вам господь пока пока с вами был юженвок увидимся на канале